6 августа министр культуры Российской Федерации поставил точку в конфликтной истории, сложившейся в археологическом заповеднике Херсонес-Таврический. Напомним, сотрудники Херсонеса были возмущены сменой руководства и утверждением на должность директора Сергея Михайловича Халюты по совместительству протеерея благочинного севастопольского округа, не имеющего профильного светского образования. Губернатор Севастополя объяснял, что кандидатура согласовано с Министерством культуры, благословение получено от святейшего патриарха Всия Руси Кирилла. Как выяснили журналисты, это недостоверная информация. Соответствующие заявления сделали и в Патриархии, и в Министерстве культуры. Советник президента по культуре Владимир Ильич Толстой доложил о сложившейся на объекте из списка ЮНЕСКО ситуации лично Владимиру Владимировичу Путину. Исправлять неловкую ситуацию в Херсонес приехал сам министр культуры Владимир Ростиславович Мединский. В закрытом режиме он провел совещание с губернатором Севастополя и новоназначенным директором заповедника. Затем уже без губернатора вышел к сотрудникам музея. Каждый федеральный музей – это жемчужный горолозный человек. Вне всякого сомнения, персонал стаблический к этим жемчужным относится. И ту работу, которую вы сделаете, мы ее знаем, оценим, и она известна на весь мир. Поэтому сейчас мы договорились с следующим образом. До 1 сентября мы получим наконец все необходимые документы. Проблема была очень серьезной с крайне медленной подготовкой документов относительно кадастрирования земли, оформления документов на собственность. Проект, соответствующего указа президента и распоряжения правительства, уже нами подготовлен и сегодня был губернатором завизированный. Федеральный статус музея дает не только кадровые гарантии. Министр дал гарантию, что монастыря на территории заповедника не будет, но сотрудничество музея и церкви должно продолжаться. А руководить заповедником должен все-таки профессионал. Отец Сергий, как человек, совершенно не амбициозный, далекий, чисто любивый, притязальный, разбыточный. Принял решение, как бы правильно так сказать, это даже нельзя сказать сложить полномочию, принял решение сделать этот шаг в сторону, чтобы мы имели возможность предложить губернатору сейчас нейтральную третью фигуру для обеспечения эффективного переходного фигула, передачи музея федеральной причины. Вот этот переходный несколький. Владимир Мединский настаивает на немедленном формировании наблюдательного совета, который будет заниматься и вопросами перспективы развития Херсонеса. Совет будет обладать широкими полномочиями. Министр культуры выразил признательность сотрудникам заповедника за твердую гражданскую позицию и умение отстаивать интересы науки. Бывший директор благочины Севастопольского округа тепло попрощался с сотрудниками. Я хочу поблагодарить коллектив музея за то краткосрочное сотрудничество. Благодарен за то, что музей работает в штатном режиме, что вся документация необходима для перехода в федеральную собственность. Она готовилась и готовится. Это очень важно. Я благодарен вас, вам, всем, кто мне помогал в течение этого времени, кто работал. Помогали мне все, потому что все, кто находился и выполнял свои должностные обязанности, помогал, безусловно, директору. Я вам за это благодарен. Надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим наше сотрудничество, которое у нас было налажено на протяжении последнего десятилетия. Это проведение совместной конференции, совместной работы. Я думаю, что тот просветительский комплекс, который возможен здесь, рядом с Херсонесом, будет работать. Будет работать и научный комплекс, и музейный комплекс, и просветительский, и культурный комплекс. Спасибо.